Директор Российского Центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов дал интервью ТСВ. Он рассказал, о микрон особо опасен для молодых людей и детей, у которых есть хронические заболевания. Дети с сахарным диабетом, с ожирением, пациенты, имеющие онкологические заболевания, с иммунодефицитами. Также после оперативных вмешательств дети с бронхиальной астмой. Есть пациенты, которые могут выделять вирус не две недели, не месяц, а несколько месяцев, формируя хроническое персистирующее течение, то есть так называемое лонгковид, а с английского языка это хронический ковид. Почему омикроном заражаются дети? По словам российского инфекциониста, это связано с природой вируса. В 60-е годы, когда только открылись семейства коронавирусов, их подхватывали именно дети и болели в легкой форме. Все протекало, как обычная простуда. На плато пятая волна выйдет не ранее, чем через две недели, считает вирусолог. Причем не только в России, но и в других странах, где сейчас идет рост заболеваемости. Мы сможем вздохнуть с облегчением, но не забыть о вирусе. Планета вакцинирована только на 50% иммунно по этому заболеванию. К сожалению, вероятность повторных вспышек, новых волн и эволюции вируса не исключается. Лучший иммунитет в борьбе с ковидом гибридный, когда человек переболел и вакцинировался. По наблюдениям российского врача, привитые спутником ВИИ болеют сейчас легко, иногда даже бессимптомно. Более подробно о пятой волне коронавируса смотрите завтра в программе «Отражение».